Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня мы продолжим изучать Северную Ирландию вместе с вами. Недавно мы побывали на знаменитом Северном побережье, где находится Дорога Великанов, место, которое обязательно посещают все туристы, пребывающие в Северную Ирландию, а также очень любят местные жители. Отправились мы туда вместе с нашими друзьями Анной и Барри Филлипс. Это не только друзья, но и наши коллеги, потому что Анна – гид по Северной Ирландии. И вот в этом выпуске мы покажем вам дивной красоты места, поговорим о легендах и истории Ирландии немножко, о промышленности Ирландии, а также о русских в Ирландии и вообще иностранцах в Ирландии, а также о смешанных семьях. Ну и наверняка коснемся каких-то еще интересных тем. Так что оставайтесь с нами. Из нашего Ньюри от центральной автобусной станции ходит бесплатный автобус к станции поезд. Это всего 5-7 минут ехать. Оттуда мы взяли поезд до Бейлфаста. Это 50 минут. Там немножечко подождали, взяли поезд до следующей остановки – Антрим. Это еще 26 минут. А уже в Антриме нас сразу же на станции встретила Аня и Барри. И дальше мы уже на их маленьком микроавтобусике, еще с одной их приятельницей, отправились уже дальше на северное побережье. Когда едешь вот так по Северной Ирландии, конечно, носом прилипаешь к окну, потому что очень хочется рассмотреть, понять вообще, как, чем живут здесь люди. Ну, очень много пастбищ. Первое, что бросается в глаза – много, так скажем, такой пустой, как бы незастроенной земли. Когда-то сельское хозяйство и еще кораблестроение, конечно, составляли основной доход страны, но это было очень давно. Сегодня сельское хозяйство – это только 2% от общей экономики Ирландии в целом, ну и южной, и северной тоже. Поэтому животных в основном держат для удовольствия. И вот эти вот пастбища большие – это просто частная земля. Люди где-то работают, ну, каких-то совершенно не связанных с сельским хозяйством работах, а держат овец или лошадей, ну, в общем-то, собственно, для своего удовольствия. Что же касается основной экономики Ирландии, то это, конечно, высокие технологии, это инженерные всевозможные компании, это машиностроение, производство текстиля, производство продуктов питания, ну, пивоварни. Это, кстати, в основном в Южной Ирландии алкоголь. В Северной Ирландии производят виски, есть знаменитые вискокурни, как это называется. И, в общем-то, наблюдается даже рост экономики, что интересно, несмотря даже на COVID. Но в целом, в целом, конечно, Северная Ирландия – край бедный. И здесь в основном это как провинция Великобритании, поэтому здесь и цены, соответственно, на всё гораздо дешевле, так сказать, с расчётом на потребителя, который не особо может платить, на 40% дешевле дома, чем даже в самых бедных частях Великобритании. И за счёт того, что государство, в общем-то, о бедных людях тоже заботится, здесь по статистике их 13% от населения. Конечно же, за счёт пособий, за счёт огромного количества благотворительных организаций, в общем-то, люди живут вполне достойно, даже те, кто совсем бедные. Ну, то есть, скажем так, попрошаек на улице или бомжей, в общем-то, практически в Северной Ирландии мы пока что вот нигде не видели. Кстати, благотворительностью занимаются даже крупные торговые центры, супермаркеты и так далее. Ну вот мы уже в Антриме, нас встретили Аня и Барри и их милая дочка Алисия. Наши детки очень её любят, как мы видим, она тоже уже с ними подружилась. Когда Алисию спрашивают, кто она по национальности, она говорит, я наполовину русская, наполовину англичанка и наполовину ирланка. Всё так и есть, только половинки немножко не сходится, а так всё правильно. Интересно, что Ирландия на самом деле очень гостоприимная страна, у неё есть свои, конечно, собственные традиции, собственный свой язык, собственно, своя история и своими проблемами и борьбы за независимость, но, тем не менее, именно из-за того, что сами ирландцы должны были преодолеть очень много трудностей, препятствий, да и вообще как-то чуть ли не геноцид их собственного народа, они очень относятся хорошо к любым представителям каких-то стран, которые приезжают сюда жить. Или чтобы просто работать, или чтобы обосновать свою жизнь здесь полностью. И так и в Северном Ирландии, то есть та часть, которая относится к Великобритании, и сама Республика Ирландии. В самой столице Дублина, конечно, наблюдается и разные иммигранты из разных мест, из всех возможных восточных и дальновосточных и центральноевропейских стран, в том числе также из бывших стран СССР, из бывших республик и из самого РФ тоже. Конечно, в самой Республике Ирландии проживают больше носителей русского языка, чем в Северном Ирландии. Численность это примерно 80 000 носителей русского языка, среди них и граждане, и неграждане, а просто люди, которые говорят по-русски. Среди них, конечно, не обязательно люди из самого РФ, но и могут быть и из Литвы, и из Прибалтыка, и из других, из Казахстана, и из любых других стран. В самой Северной Ирландии значительно меньше, но несмотря на это, я могу вам сказать, что когда хожу на улице или в каких-то кафе и в супермаркете, конечно, в храме русская речь звучит отовсюду. Мне пишут, что в каких-то местах на континенте, то есть в Европе, это не очень как-то сейчас приветствуется, и что люди даже, если они говорят по телефону в общественных местах, тут же они переходят на французский, немецкий или там не знаю что, и говорят, простите, как бы мы дальше не можем продолжить разговор, потому что это небезопасно. Но здесь такого вообще не наблюдается и не чувствуется никаким образом. Ну а тем временем мы подошли к той самой тропе великанов. 40 тысяч базальтовых столбов, аккуратных шестигранников уходят в море. На той стороне Ирландского моря, на Шотландском берегу, есть такие же точно столбы и большая пещера, которую называют пещера Фенгала. Легенда ирландская говорит о том, что эту дорогу построил ирландский великан Фен Маккул. Причина была в том, что шотландский великан Бен Антонор вызвал его на бой. Он кричал с того берега Фенан, выходи, померяемся силой. Фенан на самом деле вообще-то не был великаном, он был ирландским героем, ну нечто вроде нашего богатыря. И вот он решил построить дорогу, пойти посмотреть, какого размера этот Бен Антонор. И вот, согласно легенде, за ночь он выстроил дорогу из камней и увидел в пещере спящего Бен Антонора. Когда он увидел его размеры, он бегом бросился домой и сказал жене, что я натворил, он намного больше меня, и сразиться с ним я не смогу. Жена стала думать и придумала. Она запеленала Фенана как младенца, использовав все ткани, которые были в доме. И когда, как она и предполагала, наутро прибыл Бен Антонор, грохоча своими огромными ножищами, и подбежал к их жилищу, и стал стучать кулаком в землю. Фенан, выходи на бой, где ты? Жена вышла из домика и вежливо поприветствовала великана. Здравствуй, господин великан, но, к сожалению, моего мужа сейчас дома нет, и будь, пожалуйста, потише, потому что спит наш малыш. Бен Антонор заглянул в окошко и увидел гигантского ребенка. Тогда он понял, что такого размера ребенок, наверное, сын очень большого папаши, который, вероятно, больше, чем он. А жена еще и стала угощать Бен Антонора вкусными лепешками. В часть лепешек она запекла всякие металлические предметы, типа сковородок и прочие кухонные утвари, а часть лепешек сделала обычными. Естественно, Бен Антонор стал ломать зубы, когда стал их есть. А жена, мило улыбаясь, дала лепешечку в рот своему, в кавычках, сыночку. Он съел ее с большим удовольствием и причмокивая. Тогда Бен Антонор понял, что если у ребенка такие мощные зубы, какие же они у его отца. И он бросился бежать обратно на шотландский берег, разбирая по дороге эту тропу. На самом деле, те, кто изучают древнюю ирландскую историю, говорят, что вот эти камни связывают очень часто с расой фаморов. Вообще, в ирландской истории был такой период, когда Ирландия владела племя фаморов. Это была раса такая древняя. И говорят, они были выше обычного человеческого роста и были очень сильными. И есть версии, что все-таки это рукотворное сооружение. Возможно, это был какой-то действительно мост до Шотландии, потому что еще раз эти камни есть и на том берегу. Такие же точно. Ну, возможно, что это было еще какое-то сооружение, конструкция. Возможно, что-то природное использовали и обточили. Но все-таки официально ученые, конечно, говорят, что это природное. Что было извержение вулкана. То есть, получается, тогда еще не было Ирландского моря, а между Шотландией и Ирландией протекала какая-то мощная река. С ее дна был взрыв, и вот извержение вулкана, и вот эта базальтовая лава вырвалась на поверхность. И в соединении с водой вот она приобрела вот такие вот форму таких вот столбов. Но я скажу честно, когда вот ты смотришь вблизи, абсолютно одинаковые, невероятно аккуратные вот такие вот базальтовые шестигранники. Их 40 тысяч. И они выложены действительно как такая вот дорога, почему-то обрывающаяся, уходящая в море. И, конечно, мало кто из людей все-таки верит, что это природное. Первое ощущение, что все-таки это, конечно, рукотворное. И это место поэтому считается одним из самых загадочных таких вот мест природных на планете Земля. Ну, конечно, научное объяснение имеет свой вес и свое значение однозначно. Но могу вам сказать, что когда я там был, и я это потом обсуждал с Анной, у нас, конечно, было ощущение, что это рукотворно, конечно, что это не могло, что это искусственно сделано. Даже если это какие-то естественные геологические процессы, но эти процессы как-то были, может быть, руководимы или как бы их направлены какими-то технологиями, которые, может быть, даже и были много тогда, десятки тысяч лет назад. Дело в том, что рассказы мифологические о великанах и так далее, тоже их надо понять правильно. Как бы вот дело в том, что существует очень много легенд, версий о том, что раньше были какие-то древние цивилизации, которые имели очень высокую технологию, которая даже нам сейчас не снится. Или хотя бы наравне с то, что у нас есть сейчас. И они потом исчезли, как, например, Атлантида и так далее. Я, как христианин и как человек, который читает Библию, не считаю, что это как-то в противовес откровений и так далее. Вот у нас тоже в Библии рассказывают про Исполины, про Нефилимы, про какие-то другие существа, героев, которые и являются древних богов древних греческих народов, в том числе и кельтских народов. То есть думали ли я, что это были просто великаны или боги, ответ отрицательный – нет. Но это, наверное, были какие-то существа, которые имели какую-то действительно невероятную технологию или способ также руководить какими-то естественными геологическими процессами. Есть здесь и башмак великана. Башмак, который свалился с ноги Финнена, когда он бежал, напуганный видом Бен-Андонера из Шотландии, обратно домой. Ну, а мои решили попробовать местные водоросли. Слава богу, живот ни у кого не заболел, но вид был страшный. Фули, это можно есть? Это что? Это водоросли какие-то? Папа! Только в великана не превратись! После тропы великанов нас ждала большая прогулка по побережью и настоящий сюрприз. Но прежде мы остановились для пикника, поскидывали куртки и начали кататься с горки. Это трава. Трава мягкая, высокая, такой прям настоящий, ну, как природный сеновал, считай. И вот каждый вспомнил своё детство в деревне у бабушки, и начали мы кататься. Катались очень долго, потом уже даже взрослые стали нас торопить, что типа того, что скоро уже закат будет, надо идти. А идти надо было потому, что мы должны были побывать в удивительном месте. Аня и Барри любители такие вот исследовать побережья. Аня профессиональный гид по Ирландии, а Барри просто человек, который очень любит природу. И вот они в своих прогулках таких исследовательских наткнулись на изумительную пещеру. Пещеру, о которой не знают даже местные, практически никто не знает о ней. А в XIX веке это была туристическая аттракция. И вот они с тех пор водят туда гостей, друзей. Аня водит индивидуальных туристов. Но попасть в эту пещеру непросто, потому что Ирландское море, ну, как и любое другое, да, это отливы и приливы. Соответственно, только в часы отлива в эту пещеру можно попасть. Дорога довольно трудная по камням, но вполне, так сказать, и детки преодолели всё с помощью взрослых, конечно. И вот эта удивительная пещера, она 300-метровая, огромная. И заполняется вся во время отлива морской пеной. Мы ходили буквально по коленку в этой пене. Это удивительное, конечно, ощущение, потому что пена такая сухая, пышная. И вот если здесь застрять, то да, можно погибнуть, потому что, когда бывает прилив, то всё затапливается водой полностью, эта пещера. А вот во время отлива можно её увидеть. Она имеет форму храма, купол высокий, и вход, и выход есть из неё. Поэтому есть даже предание, что здесь жил какой-то отшельник. Правда, наверное, тогда она не затапливалась, что ли, в общем, не знаю. Вот такое предание есть. Имя отшельника неизвестно. Вот мы и выбираемся обратно. И впечатление от этого природного чуда не передать словами. Тоже, кстати, ощущение, что пещера кем-то была обработана. Уж очень аккуратный выход из неё в море и очень аккуратный купол над головой. Ну, кто знает, действительно, природа хранит массу тайн. Истории не все нам известны. Ну вот, а впереди нас ждал ещё один пикник на закате. Уже к нам присоединилась Лена. Это всё тоже теперь наши друзья. Мы познакомились все ещё до нашего переезда в Ирландию через нашу работу на Топосе. И я хочу на прощание искренне пригласить вас на замечательный YouTube-канал Ани Филлипс. Обязательно загляните, подпишитесь. Там очень интересные видео об Ирландии. Ну и, конечно, у нас на Топосе, на нашем сайте, есть три экскурсии Ани по Северной Ирландии. Ну, а мы на этом прощаемся с вами. Обещаем выходить в эфир как можно чаще и открывать вместе с вами и дальше этот удивительный край. До свидания.